Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, продолжаем прохождение Алана Вейка. С одной стороны, плохо, что тема становится все больше, поражая тех же самых жителей, но с другой стороны, они тоже будут понимать, что это нам не кажется, то есть даже сам Алан до конца не понимает, что это всего лишь в его голове, но так иначе тема вырывается, и, разумеется, нам придется ее остановить. По патронам и полезным предметам, похоже, ничего хорошего. Давайте сбегаем, но здесь, похоже, пройти мы не можем. Ага, выходим на улицу. Вау. Единственный способ убедиться, что с Расти будет все в порядке, это включить электричество и свет вновь. Ха, обалдеть, но, похоже, так просто это не будет. Здорово, что не так темно, как это бывает в том же, ну, опять же, в тех же шутерах, хоррорах. О, здорово. Да уж, глоток кофе не помешает, похоже. Ну, а, разумеется, нам нужно двигаться дальше, потому что надо спасать нашу супругу, которую похитили, но, как по мне, ее похитила тьма, и так просто мы вернуть ее не сможем. А, ну что, ребят, давайте, значит, врубаем напряжение, хотя что-то мне подсказывает, что все это напрасно. О, страница книги. Ну что, поехали. Нам дали ключ, и, надеюсь, у нас все получится. Ха, интересно. Здорово. Но, похоже, ничего хорошего больше нету. А ну, страница. Ага, вот он, по идее, офис. Ну, в идеале бы здорово. А, рац, это не работает, да? Да уж. О, патроны, обалдеть. О, я опоздал. Кто-то уничтожил распределительный щиток. Кто-то. Теперь не было шанса включить свет. О. Расти. Жесть. Расти. Расти, везу. О. Земля была покрыта какими-то масляными пятнами. Они походили на жидкую тьму. Э-э-э. Какая-то черная няша. Но, похоже, она нам не особо, скажем так, может навредить. Ну, это, похоже, типа мин, да? То есть, наступать не стоит. И, черт его знает. Может, она будет порождать каких-то монстров. Расти. У охотников должны быть разрешения. Серьезно? Обалдеть. Ха-ха, братан, подожди. О, давай-давай-давай. На тебе. О. Давай-давай-давай-давай. Расти. Но, расти, похоже, уже нету. Ха-ха. Разумеется, в доме с этими тварями лучше не пересекаться, потому что места мало, поэтому... О, ну. Что-то проделало дыру в стене размером с мамонтов. О. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Обалдеть. Серьезно? Воу. О, патроны. Слепо, выращивающие порыбачить должны приобрести особое разрешение. Парки. Подчиняйтесь инструкциям рейнджера. Без исключения. Здорово. Расти. Расти, нет. Никогда к волкам и бедведям не подходите ближе, чем на 100 метров. Крочем, диким зверям не подходите ближе, чем на 20 метров. Домашних животных нельзя спускать с окна. Не оставляйте животных без присмотра. Расти. Расти, одумайся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, давай-давай-давай. Живучий парень. Да, Расти неплохо, жизнь помотала, похоже. Да неужели? Фу, жесть. Э-э-э-э. Вау. Расти, твои друзья, похоже. Ну, разумеется, Расти уже нету. Как и друзей, которых мы сейчас, разумеется, размотаем. А ну, лесорубы, пошли нахер. Фу, да неужели? Значит, давайте по патронам тем же самым. Разумеется, я стараюсь те же самые батарейки не тратить, да? Налево-направо. Ну, так или иначе. Ох, значит, давайте страницы почитаем. Почему нет? Воу, 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 подожди. Нихера там. А ну. Ага, ага. Поехали. Внутри базы стояла жуткая вонь, будто гниющий покойник выбрался из могилы. Расти харкал кровью. Я с трудом мог отвести взгляд от его сломанной и неестественно вывернутой ноги. Что за тварь это сделала? Макс поскуливал у себя в клетке. У Расти лихорадочно горели глаза. Взгляд его был полон ужаса. Он прохрипел. Мистер Вейк. Все случилось прямо, как было написано на той странице. Подожди, а собачку, похоже, размотали, да? Обалдеть. Ну, кстати, заметь, животных тьма поражать не может, да? Потому что если бы еще были темные собаки, это было вообще адово, да? Турбаза была крепким зданием, но удар полностью развратил фасад. Расти пролетел через вестибюль, словно тряпичная кукла, и сильно ударился о дальнюю стену. Боли не было, пока он не пошевелился и не увидел, что нога его неестественно согнута. Сломанное ребро кололо изнутри. При мысли о смерти Расти завыл от боли и страха. То есть, получается, здесь описаны события, которых мы не видели, потому что мы бегали включать то же самое напряжение. В последнюю секунду я изменил направление и бросился вниз. Топор расколол древесный ствол. Я рухнул в озеро яркого света. Легкие горели. Не было сил двигаться. Я напрягся в ожидании смертельного удара, но его не последовало. Я поднял голову. Темнота оставалась неподвижной. Какое-то время я был в безопасности. Ну, разумеется, части о событиях пока тяжело понять. Перед тем, как сознание покинуло его, Расти подумал о Роуз. Он был старше девушки, то едва исполнилось 20. Но рядом с ней он чувствовал себя молодым и забывал, какой катастрофой обернулся его прошлый брак. Расти не снимал обручальное кольцо. Он ждал, когда девушка попросит снять его. Этого уже не случится. Проблема в том, что, возможно, этих людей можно было спасти. То есть мы, получается, фонариком изгоняем тему, вот, и убиваем их. А, возможно, можно как-то изгнать тему из тела. Ну, черт его знает. Мы уже не узнаем это, да, потому что тех, из кого тему мы изгоняем, мы их и убиваем. Я повернул за угол, страшась того, что мог увидеть в лучах фонарика. Впереди засеял грубо нарисованный символ факела. Под ним я нашел старый металлический ящик, спрятанный за большим камнем. Это был целый склад, оставленный не случайно. Батарейки, сигнальные ракеты, патроны. Запасы, необходимые, чтобы пережить темнейшую ночь. Приготовленные кем-то, кто знал то, что и я. И даже больше. Интересно, здесь, получается, рассказывается о тайнике, который, возможно, мы найдем чуть позже. Агент Найтингейл не хотел торчать в Брайтфоллс. Маленькие городки вызывали у него отвращение. Ему не нравились ни деревья, ни кофе. Теперь он знал, что за витринами и улыбками прячется немыслимый ужас. Он отчаянно мечтал повернуть автомобиль и гнать, пока не кончится бензин. Или свернуть с дороги и надраться. Но у него была работа. Писателя следовало поймать. Любой ценой. Обалдеть. Ну, разумеется, писатель это наш главный персонаж. Много раз Элис пыталась объяснить мне, каково это бояться темноты. Для нее темнота была не просто отсутствием света, но чем-то осязаемым. Что можно было потрогать и ощутить. Хуже того, это было нечто, обладающее собственным враждебным разумом. Для Элис все обуденные вещи в темноте превращались в нечто чужеродное. И не было в них больше ничего безопасного. Только сейчас я по-настоящему понял, что она имела в виду. Но от себя скажу, что я, допустим, темноты не особо боюсь. Опять же, все зависит от того... Ну, то есть, если я посмотрел фильм ужасов какой-то на ночь, тогда уже да. Но, в принципе, в целом, то... Начинается. Обалдеть. Уйди, уйди, тьма, да? Фу, значит, давайте восполняем здоровье и можно немного передохнуть. В идеале бы найти оружие получше, потому что с револьвером много не настреляешь. О, телефон работает. Обалдеть. Что это была за хрень? Я видел что-то в окне. Я видел... Я видел что-то. Забудь об этом, Барри. Это же только я спятил. О, боже. О, боже. Ты не спятил. Надеялся, что ты спятил, но ты не спятил. Ал, осторожнее. Оставайся в доме. Никому не открывай дверь. Я серьезно. Ну, серьезно. Здорово, что все вокруг понимают, что с нами все в порядке. Значит, подожди, что это такое? Нам похуже сюда. Ну, а особо здесь не побегаешь, да? Шаг влево, шаг вправо. А, подожди. Вот, вот. Нет, я уже серьезно местами заблудился в двух кустах. Ну, здесь, разумеется, очень опасно, потому что можно упасть, да? Банально. Но, разумеется, делать этого не стоит. О-о-о. Ну, опять же, если все пойдет самым плохим образом, да, можно просто сигануть вниз и сказать, А, к черту, Аллан. Да, к черту. О-о-о. О-о-о. Так, подожди. Я что-то местами уже заблудился. А-о-о. А, вот. Вот. Неужели? Не поваляешь, не поешь. О-о-о. Здорово. Страница. О-о-о. Ну, ребят, согласись, обалденное место. То есть, если бы, скажем так, не считать той тьмы, которая здесь творится, То я бы с большим удовольствием остался в спокойное, уединенное место, Особенно если ты с той же самой женой, было бы здорово. Ага. Ну, здорово, что хотя бы фонари работают, потому что, как правило, тьма их вырубает и сделать ты уже ничего не можешь. А, интересно. Не спроста, похоже, нам дают просто кучу патронов и нас готовят к чему-то нехорошему. Ну, собственно, бегаем по лесу, где просто куча тьмы. Что может пойти не так, да? Ах, ладно. Поехали. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Лаверспик был в дальнем конце так называемой природной тропы. Хм. А мы можем сбегать налево. А ну? Давайте, возможно, найдем что-то хорошее. Ну, я на самом деле сам ищу приключения на свое мягкое место, потому что можно просто бежать вперед, но нет. Надо оббегивать, разумеется, пещеры, когда вокруг полно тьмы и... ладно. Ну, опять же, здесь стоит значок, что можем найти что-то хорошее. А, во, пожалуйста. Ружье то же самое. Обалдеть. Во, так-то уже получше. А ну? Ха-ха. Здорово. Ну, опять же, два патрона такое себе. Ладно, похоже, у нас нет выбора. Было бы здорово найти ту же самую ракетницу, потому что она мало того, что засвечивает противника, она также разматывает хорошо, да? И когда, скажем так, противников дохера, то без ракетницы крайне тяжело. Ну что, он почти на месте, похоже. Давайте, значит, побегаем с нашим револьвером, но... Но, с другой стороны, зачем нам автомат? У нас есть телефон, да? Так, подожди. Вы как-то и слева, и справа. А ну? Пошел нахер. Давай, 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 высвечиваем. А ну? Давай, давай, давай. Во, давай, давай, давай. Во, хорош. Фу, неужели? Подожди. Подожди. Значит, ребят, давайте пробежимся, потому что... Потому что можем найти что-то хорошее. Ага, ага. Ну, опять же, это получается, нам нужно спускаться ниже. Но здесь ни патронов, ни хера больше нету. По идее, можем вернуться назад, подобрать те же патроны. А что у нас там? Десять патронов потратили. Давайте лучше сбегаем, потому что... Ааа, да хер его знает. Подожди. Во, во. Надо подниматься повыше. Угу, угу. Бежу, бежу. Ну, разумеется, ребята, лучше с патронами не шутить, и пусть их будет побольше. Во, давай. Здорово. Значит, патроны максимум. Вот жалко, что у нас на ружье только два патрона. Опять же, видите, почему я не хочу бегать лишний раз? Потому что, возвращаясь, есть шанс на то, что может та же тьма появиться, и они постоянно будут бегать за тобой. Во, здорово. Ничего не знаю, просто бежим. Патроны на максимум, так что все хорошо. Во, давай-давай-давай. Ага. Значит, да... Как бы вниз попасть. Похуже, нам придется сделать небольшой круг. На самом деле, красивый лес, ничего не могу сказать, но, разумеется, расслабляться не приходится, из-за того, что тьма постоянно бегает туда-сюда, и пытается порвать там мягкое место. Но нас это не останавливает, потому что, так или иначе, нам надо спасать ту же самую супругу. Ха, интересно. Во, страница. Здорово. Но, похоже, больше ничего хорошего. Разумеется, я очень буду надеяться, что нам попадется та же самая ракетница. По лесу лучше не бегать, потому что, опять же, могут появиться эти твари. Там местами тяжело заметить, да, то есть, давайте лучше бегать по тропинке, по дорожке, и все будет хорошо. Так, значит, а что у нас там по страницам? У нас уже, о, целых три страницы. Роуз знала, что Расти был влюблен в нее, и он нравился девушке, очень нравился. Он научил ее танцевать, а жизнь давно уже показала ей, чего стоит нежный мужчина. Расти хорошо к ней относился, вызывал улыбку и поднимал настроение. Но он не был принцем ее мечты, и это подтверждало невыносимую истину. Роуз была так же далека от голливудской сказки, как и ее поклонник. Что-то я не понял, значит, получается, Роуз, супруга Аллана, родом из этих мест? Никто в Брайтфоллс не знал, куда подевался Алл. Его видела только Роуз, официантка из закусочной. По словам Барри, Алл провалился сквозь землю, как только вышел из закусочной. Роуз была поклонницей писателей из тех, которых Алл ненавидел. Но она очень старалась помочь. Кроме того, она была сообразительна, знала, что происходит в городке. Знала многое о Барри и даже поняла, кто такой Барри. Роуз приглянулась Уиллеру, и это было неудивительно. Когда речь шла о женщинах, Барри и Алл редко сходились во вкусах. А, подожди, Роуз это та официантка, которая нас узнала. Что-то я местами уже запутался в этих именах. Сару не пугали угрозы судебного преследования, которые сулил агент Вейка. Она дала Вейку уйти без разговоров, потому что в нем было нечто неподвластное ее контролю. Нечто напоминавшее ей об отце. Сара не думала, что Вейк мог навредить жене. А потом она вспомнила, как тот в ярости набросился на Хартмана. В общем, типичная Санта-Барбара, похоже. Но, разумеется, у нас свои реалии. Нам нужно бегать по лесу, выискивать нашу супругу. И пока неизвестно, чем это закончится. Но, похоже, ничем хорошим. Обалдеть. Но, опять же, можно подняться повыше. Вот там можно будет восстановить здоровье. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давайте лучше вот так сделаем. Начинается, да? Начинается, похоже. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ничего не знаю. Фу, разумеется, безопасное место, да? Но... А, значит... О, здорово. Патроны те же самые. А, о, обалдеть. Так, ну что, ребят? Глаза боятся, да? Лавер спик. Давай, Эллан, давай. Я, конечно, сам тоже переживаю, но... Нас ничто не должно останавливать. Нихера ты, суровый парень. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это что такое? Это что такое? Началось. Нихера себе. Давай, 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 давай. Такого еще не было, да? Обалдеть. Нихера он... Воу, хорош. Жесть. Нихера он огромный. И юмор в том, что он просто на похер бежит. Давай, давай, давай. Давай, мой хороший. Воу. Засвечиваем. Давай, 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 давай. Воу. Да неужели? Фу, мы это сделали. Но опять же, видишь, если такие же большие будут попадаться, то это будет и крайне тяжело. С другой стороны, можно тоже самое оружие юзать. Но, видите, я стараюсь его экономить, потому что, может... Ёбаный в рот. Что ж такое-то? Ё-моё. Целая толпа. Обалдеть. Алан, давай. Разумеется, на свет убегать не стоит, потому что они, разумеется, будут тебя дальше преследовать, да? То есть, стоит тебе выйти, а они опять хер пойми откуда вылезут. Поэтому... Значит, давай, давай. Ой, подожди. Высвечиваем. Где те? Да хорош, хорош. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай. Неужели? Фу, значит, давайте, здоровье то же самое. Давай-давай-давай-давай-давай. Разумеется, задерживаться не стоит. То есть, получается, если ты увидел тварей и забежал в свет, то рано или поздно тебе все равно настигнут. Фу, в эти моменты можно остановиться, просто перевести дух. Просто перевести дух и, разумеется, бежать дальше. Блин, криповое место. Ё-моё, да что ж такое-то? Опять появляются. Похоже, лучше здоровье не восстанавливать, да? Ага, ага, давай-давай-давай. Да неужели? Во. Фу, значит, а что у нас там по патрону? О, патронов становится все меньше. Обалдеть. Давайте лучше с тем же ружьем, да? Обалденная тема, но, опять же, патронов крайне мало. Во, почти, почти на месте. Давай-давай-давай, мой хороший. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ё-моё. О, жесть. А ну? Во. Фу, жесть. Да уж, тяжелые бои, что я могу сказать. Может показаться, что это просто, но на самом деле это не так. Так, ага, значит, налево-направо. Куда пойти, хер его знает. Патроны те же самые, здорово. Страница. Но, опять же, нам налево похоже. Давайте лучше сбегаем в первую очередь сюда, и, возможно, найдем что-то хорошее. Опять же, ни патронов, ни хера. А ну? Во, смотри. Ну, разумеется, кофе хорошая штука, но, как по мне, лучше дали бы ту же самую ракетницу, она бы здесь помогла намного больше. Ну что, Олан, поехали дальше. Ага, ага. Да уж, максимально криповая обстановка. Разумеется, когда тебя сохраняет, то это намек такой, что тебя ждет что-то нехорошее. Здорово, братан. Ага, ага. Ружье то же самое. О, серьезный парень. Обалдеть. Начинается, да? А ну? Ё-моё, да шо ж такое-то? Давай, 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 давай. Светим, светим. Во. Целых четыре чувака. Давай. Давай, 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 давай. Обалдеть. Жесть. Давай, 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 давай. Ну? Ни хера он живучий. Во, хорош. Ааа, блин, а. Фу. Ну, опять же, опять же. Похоже, сейчас эти двое вот постоянно херпами где вылазить. О, неужели это закончилось? Давайте, значит, что у нас там по... По патронам, по припасам у нас, видите, ребят, два прохода. Давайте лучше в первую очередь сюда сбегаем. Возможно, найдем те же самые патроны, да? О-о-о. Ха, интересно. Ааа, нет, похоже, сюда по квесту. Давай, давай, давай. Значит, давайте лучше в первую очередь сбегаем направо, потому что... Сюда, разумеется, мы пойдем чуть позже. О, а ну? Хе, замуровали, похоже, да? Ааа, обалдеть. А выйти, похоже, мы не можем. Ну? Давай. Ха-ха-ха. Не поваляешь, не поешь. А ну? Э-э-э, даже не знаю. Давай, ребят, поехали. Во, пожалуйста, кофе тоже самое. Ха, интересно. Но патронов, похоже, нету, да? О, подожди. Обалдеть. Кул стори, что я могу сказать. Да, патронов, похоже, нету. А вот у тебя, пожалуйста, и те двое. Ага. Во. Ну? А, подожди, братан. А ну? Во, хорош. Я уже попутал местами. То есть, как я уже сказал, смысла бегать нету. Но, опять же, если у тебя мало здоровья, то, разумеется, лучше забежать на тот же свет, перевести дух, восполнить здоровье и попытаться размотать их по новой. Ага. Значит, давайте, ребят. Нам, похоже, надо будет прокатиться на элеваторе. Но что-то мне подсказывает, что нас там уже поджидают, да? Давайте лучше вот так сделаем. Да не, вроде никого нету. Здорово. Фу, ну чё вон, поехали. Во. Самое безопасное место, похоже. То есть, Тима достать нас здесь попросту не может. Но, опять же, она может перерезать тот же кабель. Зараза. Начинается. Воу, 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 воу. Держись. Все, приехали, похоже. Нихера себе местная Рэмбо, похоже. Скорей, надо шевелиться. Сейчас набегут. Здорово. Фонарик, это для детей. Сигнальные ракеты держат твари подальше. Ну, здорово. Так, ну что, ребят, у нас появился напарник, похоже. Ты тоже их видишь? Конечно, я их вижу. Давай, надо идти. Зачем? Ха-ха-ха-ха-ха, потому что так полагается по сюжету. Да, но... Двигай. По сюжету. Я потерял свой ствол, спускаясь сюда. У меня есть пистолет. И только свети на них. Это заняло время, но потом я узнал его. Он был на пароме, когда мы впервые сюда прибыли с Элис. Он знал мое имя. Мы следовали в одном направлении Клаверспик. И не было никакого шанса, что все это было совпадением. Он был похитителем. Давай, Вейк, не отставай. Подожди. Во, во, во. Братан, давай, давай, давай. Здорово. Вдвоем будет повеселее. Но опять же у нас нету того же оружия. Фу. Давай, 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 давай. Вон они, твари. Подожди, подожди. Да я для вас припас. Да. Братан, давай, давай, давай. Во, хорош. Пошел нахер. Да что ж такое-то. Давай, 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 давай. Обалдеть. Здоровья очень мало. Братан, не стреляй, подожди. Ну. Давай, давай. Во, хорош. Вейк, нам надо подняться к Клаверспик. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгоняй их, пока я не оторву доски. А, давай. Не прокатит, Вейк. Ты издеваешься? Дай мне пушку. Некогда языком молоть. Не подпускай их. Обалдеть. Братан, давай быстрее. Пошли нахер. Осталось немного, отгоняй их. Давай, давай, давай. Ё-моё. Посвяти-ка на этих уродов, тогда не сунутся. Давай, давай. Ну чё, твари? Давай, поближе. Ещё чуть-чуть, почти готово. Пошёл нахер. Хорошо, открыли, Вейк. Теперь шевелись. Давай. Валим. Братан, давай. Жесть. Фу. Значит, здоровье. Бежи, 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 бежи. Да неужели? Обалдеть. Тепло и светло? Ох. Будь готов. Они скоро догонят. Я уже понял. О, подожди. А ну. Здорово. Братан, подожди, кофе попьём. Это всё, Вейк. Последний бой. Тут вот ещё сигнальные ракеты. Готовься. Будем бить их, пока не кончатся. Дай мне чёртову пушку. Они идут. Так не пойдёт. Вейк, следуй сценарию. Какому нахер сценарию? Слышишь? Это они. Блин. Жесть. Улыжа, наконец. Улы. Стреляй. Давай, 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 давай. Ну. Это я для вас припас. Блин, твари. Пошёл нахер. Вон, справа. Хорош. Давай, 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 давай. Давай, здорово. Начинается. Они и слева, и справа. Обалдеть. Давай, давай, давай. Пошёл нахер. Давай, давай. Высвечиваем. Братан, стреляй. Да хер ты попасть, ты не можешь. Ну. Ну. Ё-моё, давай. О, неужели? Пошёл нахер. Подожди, подожди. Давай, давай, давай. Ха-ха-ха, твари. Тут самое главное, разумеется, чтобы они подошли поближе, да? Братан, стреляй, стреляй, стреляй. Я знаю, это больно. Ну. Давай. Да шо ж такое-то. Стоять. Ха-ха-ха. Серьёзный парень, у него просто куча здоровья. Стоять на вас припас. Блеха. Пошёл ты нахер. Братан, давай, давай, давай. Нерзкая тварь. Да убей кого-нибудь. Я не могу, я по хер пойми, он стреляет вообще. О, неужели? О, по среде, похоже, остаётся, да? Ну, давай. Да неужели? Легко. Ага. Обалдеть. Хватит притворяться. Где моя жена? А я знал, что ты это скажешь. Я всё это уже читал. Ты просто невероятный писатель. Поздравляю. Ты принесёшь в наш мир нечто великолепное и ужасное. Если только мы обеспечим тебе хороший редакторский надзор. Что ты несёшь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровиться. Только тронь её и... Воу. Оружие, оружие. Фух. Ну, что ты мне подсказываешь? Это что? И он жаждал эту рукопись так, как думал, что она обладает какими-то магическими силами. Но у меня не было рукописи для него. Мне нужно было возвращаться к баре и продумать свой следующий шаг. Ребят, тут горит знак и, возможно, можем найти что-то хорошее. Но, похоже... Мне кажется, что он вообще не при делах. То есть, получается, тьма захватила, похоже, его родственников и также его шантажирует. Потому что, ну, не может человек ради какой-то писульки, да, кого-то похищать. И, тем более, мотаться по лесу среди этой тьмы. Ну, хер его знает. Воу-воу-воу-воу. Осторожно. Обалдеть. Местами, знаете, ребята, такой диссонанс. То есть, и красивое место, и криповое одновременно. Поэтому, разумеется, не знаешь, как уже местами реагировать. Но, так и иначе, жену мы свою пока спасти не можем. Нам надо раздобыть полностью нашу писульку. Вот. И хер его знает. Сможем ли мы это сделать? Нас уже поджидают. Обалдеть. Воу. Э, подожди. Обалдеть. Я думал, что это страница. Хорош. Так, подожди. Значит, давайте сбегаем направо. Возможно, найдем что-то хорошее. В виде тех же неприятностей. У-у-у. Не, ребят. Не-не-не-не-не. Лучше, похоже, бежать по дороге, да? Ага. Ага. Вот они. Вот они. Обалдеть. Но, разумеется, лучше туда не попадаться. Опять же. Да, это ловушка. Ладно. Нихера они тут поставили, да? Жесть. Во. Осторожно. Но сами они, похоже, не попадаются, да? Во. Во. Ха-ха. Здорово. Хух. Значит, по оружию. Во. Патроны те же самые. Ага. Интересно. Но, опять же, нас к чему-то готовят, да? Как я уже сказал. Если тебе раздают патроны, те же самые налево-направо, то будет что-то нехорошее. Так, подожди. Я уже местами заблудился. Нам, по идее, сюда похоже. Просто лишний раз по лесу бегать, разумеется, не хочется. Потому что можно нарваться на неприятности. Он, давай, братан, давай, ты можешь. Ну что, ребят, давайте на этом месте запаузим. Продолжим прохождение в следующем видео. Узнаем, чем это закончится. И закончится ли вообще. Ставьте ваши большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok